здравствуйте товарищи поздравляю всех с прошедшим праздником мира нам всем и счастья сегодня 11 так вот так выглядит майский день я должен сказать что я был вынужден переделать немножко расписание последнее вот этот из первого вебинара занятия вот и сказать следующее что у меня до сих пор было всего два молодых человека которые прошли по настоящую производство практику это юлия матвеева из омска и сергей железов из хакасии и у меня сейчас еще двое проходит практику так третий это вот он перед вами привет передает его сегодня экрана нет тимофей николаевич проходит производство практику и производство практику проходит молодая ученая так можно сказать вот сейчас я вас не познакомлю вначале я покажу вам книгу которую успешно не продается это северный сад вот она напечатана она лежит так и я хотел сказать что мне написал это письмо ребрик александр лисич он несколько книг купил у моего редактора и вот он пишет дело в том что хорошие люди книги това редкий штучный думаю кому бы подарить железово но имеется ввиду книга железово первым делом мне нужно найти настоящего садовода не таких много среди них надо выявить такого который не разучился читать да вот поэтому книги лежать что разучили читать уже среди читающих чтобы не был телепузиком чтобы не боялся нового даже еретического не шарахался испуганно от написанного садоводом по фамилии железов ведь как писал ленин даже не веревежественно не знающий чего-то человек ближе к истине чем предупрежденный который заранее знает как может быть и не должно быть да в этом противоречие я не вижу цены но ближе к истине так итак теперь появилась следующая книга ко мне едет 200 экземпляров прямо с типографии по почте то есть нет транспортной компании 200 книг называется записка зачарованного сибирского садовода это более ну как я старался не повторяться поняли да далее и так ко мне приезжают два моих третий номер и номер четыре это два моих сегодняшних ученика значит знакомьтесь зовут эту даму елена александровна савинич почему я полностью представляю потому что за ней большое будущее я с ней пообщался несколько дней понял что человек незаврядный но все-таки позади у нее два высших образования одно из них она еще и агроном вот поэтому придется учить вы знаете как учат у нас так но началось это сами видите с курсии как полагается смотрим значит так вот эта фотография чтоб ясно было вами всем это уже цветение этого года прихвачен саженец морозцем то саженец по цветной шапочке прихвачены морозцем видите хорошо что цветение было брать немножко в разное время на том и том же дереве это так дерево устроено что не попасть одновременно под заморозки все цветы не могут это наше счастье вот так еще что я пока вы сейчас поймете к чему я клоню все это я показывал или не сады вот показал ей цветущая черешня вообще феномена два первое все-таки под мержи капитального не персики плодов не будет не скрываю мороз опять сорока градусная зима вторая подряд так да не все таки и чудо и чудес то что зацвела черешня зацвели все черешневые деревья вот это меня удивило это поразило одна беда в основном цветут верхней части и когда не добираться я не знаю птицам достанется вот еще одна видите попробуйте дотянуться но феномен еще заключается в следующем значит помните письмо помните письмо помните две фотографии вот с этого дерева было срезано вишневые веточки а у человека они стали одна привитая на местную вишню стала вишня но крупной а вторая стала черешня настоящая мы это проходили может еще вернемся к этому но самое главное я хочу лишний раз убедил одного человека который действительно с одной ветки получил и вишню и черешню самое главное одно из очередной доказательства что вегетативная гибридизация существует от этого и зависит все остальное вот ведь я не зря показываю сорок градусов мороза вегетативной гибридизации это бы не цвело понятно теперь они удачи которого стать удачи вот это второе дерево это была привитая желтая черешня желтая драгана достал ее у того же бородича прошлом году дерево погибло вот как она погибло так она и стоит мертвая но она бросалась этими ветками так до гибели она была вот такая вот это она вот это вот так и теперь вся моя надежда на вот эти вот побеги Елена Александровна вы уже понимаете к чему я клоню я клоню к тому что Сергея не занимается ни вишней ни черешней и вряд ли заниматься будет и в этом году опять ни одной я хоть несколько прием сделал ни одной приемки не сделал все это когда-то умрет и на это все закончится Елена Александровна вы взяли участок в моем районе я теперь на вас надеюсь вишневыми подвоями обеспечу готовыми вишневыми косточками обеспечу готовыми пожалуйста вот сейчас самое главное убедиться в том что вот эта вот красота желтая не спутаешь с красной да вот там то мы по вкусу различаем и по листьям а здесь еще и по цвету мы можем различать я надеюсь что вот здесь вот с этих веточек если взять на прививку вы сможете получить гибриды вишни черешневые или черешни вишневые вот так как получилось у нашей дамы которые говорили в прошлый раз помните да вот почему еще мы так застряли на одном месте и почему это первая единственная черешня была потому что сосед с этого края продавал по 50 тысяч сотку не смогли купить сотка не участок 50 тысяч теперь он превратился во сами видите больше она не стоит ни рубля когда выросли березы а с другой стороны сто тысяч соток за миллион сто тысяч продался участок один соток мы тоже не смогли купить голый участок один соток миллион сто тысяч и тогда сергей взял в руку пилу это страшно это трагедия вот он в этом году снимок сделал на несколько дней назад видите это все зацветает вот даже срубленные абрикосы зацветают ну конечно не первосортные абрикосы вот это все сыновья манджурцы но если вспомнить что городе мясе у директора мясского института эти же мои абрикосы непривитые сыновья манджурцы дали плоды как он утверждает сладкие именно вот эти вот сверхморостойкие абрикосы вот они зацветают после 40 зимы и могли бы составить славу любому институту любому месту любому району городу деревне вот даже академиям даже университетом но а тут пила это горько еще раз говорю у нас в россии земли нет стал бы человек продавать пытаться продать 50 тысяч если бы здесь рядом и удавали бы бесплатно вот и элина санна я знаю что вы платите 50 тысяч за аренду в год вот и боюсь чтобы дай бог чтобы у вас хватило денег и терпения я даже больше скажу я сейчас познакомлю вас с элина санна поближе вот у нее рядом продается участок за 600 стареньким домишкам за 600 тысяч и нету у нее этих 600 тысяч вот а я теперь на нее разлагаю большие надежды еще одна горькая правда это дерево под названием сморок груша полностью мы увидели в фильме собраны плоды еще зеленые после этого нападали снова их уже никто не собирал в такие урожаи это норма после чего я пригласил друга с бензопилой вот видите все что вот еще раз это тоже горечь стране земли нет вот это дерево она тоже уникально она была спирена во имя чего сейчас карте да вы что с ума сошел вот пень вот это оно вместо него посажены 1 2 3 4 5 абрикосов привитых но я их называю нулевками это не годовалые были саженцы они были у меня привиты посажены в школку я вам ее показывал недели две-три назад первое которое раз это зазеленили почки были пересажены это мой метод я экономлю год почему представим себе что к осени они почти все будут хороши ну из 4 спить это точно может какой-нибудь попадется пару дней так вот представим себе что они где-то выросли бы до годовалого состояния а потом бы я взял обрубил бы корни и пересадил сильно бы обрезал а этот уже с нуля здесь то есть получается что на фактический год экономлю пересаживать больше не придет вот это мой метод знакомьтесь этим методом идем дальше горечью распался вот с этим вот это один из моих феноменальных деревьев только ради будущего вот елена санна я говорю вам не говорю всем все что я говорю касается каждого кто сегодня и сейчас меня слушает поверьте это не шутки вспомните сколько в сибири шелковиц деревьев я шел двумя путями это дерево оказалось шелковица выросла размером с эту баню его спилил оказалось мужское дерево нашел я женское дерево вот она кстати кто не верит вот видите вот это горы вот это моя тайга если здесь вот стать вот эти шелковица я тысячи всякие с тысячи убедил что это достать все это было сечь сарковица аж сделано подарок в моем саду я даже тут богом кляться не надо вот она ландшафт это наша красная хутор находится на правой бережью это шушенский район ковсарского края прописан я в хакасе так вот этим делом тоже никто не занимается это единственное дерево таких вот все они оказались бесплотно я их все срубил не было несколько я все срубил вот я нашел такое дерево нашел отдельно не бог его послал потому что я читал лекцию в клубе садоводов поселок сезая вот и бог не подарил за это знакомство с пожилой учительницей у которого она росла и с бета морозами так чтобы все смотреть было нельзя нашел веточку коренил вот результат дальше все будете продолжать ее саду нашлось несколько у нас все началось с алексейка алексея помните показала фотографию проруби наш раз морж значит у него биополе сумасшедшее запомните моржи помните свою фотографию показывал и моржонка моего семилетнего тимушку показывал вот вот у нас избыточные биополе мы не худые само собой но у нас все избыточные биополе это означает что для нас купание в ледяной воде нормально и в наших руках оживают деревья вот я не говорю что теперь всем надо лезть в прорубь просто есть граница вот все моржи обладают повышенной биополе это потенциальные садоводы и даже выдающие садоводы а почему я вспомнил алексейка алексея потому что он первый укоренил мою шелковицу я первый укоренил летнее укоренение и даже доказывал супер специалистам говорили не укореняется что это легко и он научился зимой укоренять и с тех пор несколько сек у меня это шелковицу веточки разослал результатов еще не знаю пока вот но елена садовна и всем вам говорю шелковица выдерживает 40 градусов морозы не каждая помните я показывал себя в плавочках на морозе закалка нужна всем даже ей так вот это вот груша привита на яблони если яблони по двое по россии не дефицит то грушевые по двое дефицит страшнейший страшнючий поэтому просто так у меня вопросы задавали яблони 2 груш на яблони прививаются прошли про яблони на груши но это не актуально актуально так что я говорю на дикую яблоню нет результаты плохие потерянные годы на культурную прививаются раз и помните мою работу дословение ментором и открытия будете продолжать поможете всей россии потому что грушевым подойме учитывая что у меня почти никто так и не покупает эти семена груш а больше взять негде мне незнакомо халтурщики знакомы если у них мои фотографии значит все это вранье что они выращивают вот вот вам еще я сейчас специально все говорю таким расчетом чтобы кто-то этим должен заняться с моей помощью без моей подыхает фактически дня последнее дерево с такими плодами кто будет заниматься представляете последнее дерево подыхает сергей не до этого я уже тоже да не могу и один все институты заменить и так достаточно натворил подыхает вот это дерево я не я может быть специально утерю деревья эти живу здоровы но когда она последний в любой минуту может погибнуть и никогда больше и будет ни этого ни этого вот вы думаете зимой меня черенки заговорит и просили один человек по моему вот сейчас я вам покажу вот найден это чудо из саратова это лоская красавица чудо чернослив необычайные вот вот он видите него прислал чернышок уже покойный сейчас его уже на свете нет валерий петрович спасибо ему огромное посмотрите вот это дерево имеет продолжение вот это было отпилено недавно совершенно здорово ветка вся в цвету и все равно долго и осталось вот этого никогда не будет больше кто сейчас поедет саратов где в саратове есть другой чернышов а напишите туда вам это самое отправят то что сами перекупщики приобрели вечеринок забиты в саратове молдаваны молдавскими и прочими сербскими поняли да вот кто будет заниматься елена садовна я к вам обращаюсь вот грустная тема представляете за 25 лет сустава с деревом как она еще жива понять не могу но с одной стороны как она за жизнь цепляется почему жива почему плодоносит ну куда его все вы думаете мы взяли ходил на ветку с него ни одной а это тоже чернослив но на этот раз я достала у чижика немножко другой видите настоящий название кто не знает назвал чернослив чижика вот перенес его на абрикос он уже изменился уже читайте матча дерева уже нет нету и чижика николай он чем живых нету и дерево того с кого брал нету черный абрикос то же самое десяток веточек я разослал люди удивятся скажут ты чё железу ты же сам написал черный абрикос если у тебя не уже вот такие вот прививка то на абрикос подвой какой оранжевый все а черный абрикос гибрид совочай цвет поменял значит все таки мичурин прав прав дарвин вот тут я антидарвинист что касается садоводства абсолютно с ним согласен есть вегетативный гибрид вот один из них как вернуть черноту кто будет сейчас доставать черную лучу найти самыми черными плодами даже скрещивать не надо надо просто подвой поменять опять будет черная никуда не денется ну интересная же работа даже диссертация еще одна готова здесь конечно не как у меня полтора дерева а по-настоящему заниматься казалось бы вишня степная ну что уже это ягода мелкая если невозможно вот а я такой дурень был взял в этом такую ветку я уже нет живых той ветки ну и вживил этот черешню когда она молодой был ему уже лет по 30 а когда ему было лет пять кислятина вживил черешню ветку два года пожила плодом ни одного не дала и погибла но два года пожила вот она еще вот так наклонена была она все было наклон вот получилось вот такое чудо то есть преобразилась сама вишня да много разусловно что удивительно молодцы у меня хорошо семена брали у меня ни одной семечки не осталось но я не думал что много возьмут поэтому много не заготовлял вот вишня сибирская штамба вот и вот она видите вот ее подвой то есть о я заговариваюсь да кстати по фрейду да прекрасный подвой получается я на такие черешню привал ну сто раз показывал вам может еще покажу вот видите какие штамбики я ее назвал сибирской штамбовой почувствовали разницу даже этой заниматься надо ее можно оккультурить или это частично оккультурить пришла пора ей помирать так я просто еще на год сохранил хоть немножко полный веток уже сухих ну куда 30 лет тогда я сказал себе еще год поживи ладно еще немножко семян соберем но ведь и можно оккультурить как память о том что можно оккультурить можно а это тем более можно сказать как сейчас я вам скажу смотрите а да Александровна узнала бы себя школьница еще причем даже не старший класс вот я вишня сибирская штамбовая вот тогда этот участок был еще не мой соседский а у меня руки писались а у меня на все хватало вот я привил черешню вот она черешня я привил эту черешня пожила два года здесь здесь там следующее дерево и следующее вот и так четыре дерева пожила под семьи четырьмя и под семьи четырьмя погибла я кстати сразу говорю друзья я не только для госпожи Савельевича это все рассказываю которые у меня проходят практику настоящую практику да вот но при этом я рассказываю то чего и не преподавали никогда ну и вам естественно и вам это всем должно быть интересно я не думаю что хоть я не сейчас отключил компьютер это есть все самые приемы вот это антиприем когда вы будете а я был новичком когда вы будете вот так привать вы даже заранее знаете шансов ноль и речь идет о том что я соседа предупредил но он так делать не стал я говорю давай так орех вот это вот растет а вот это отрезаем по одной по одной это растет отрезаем в конце концов полностью поменяем дерево на черешню он отказался и на этом все через два года эта черешня была мертва та мертва та мертва и та мертва все четыре вот это тоже наука можно сказать антинаука да нет самая настоящая наука я десятки раз я пробовал вот так вот если не менять дерево постепенно то шансов этого нет основное дерево не даст мало того что это чужеродная прививка вот вспомните долго ли люди живут с этими органами которые к ним вшивают дальше пошли поняли да но дерево то преобразилось но это мы проходили показывал я в фильме везде ведра с отборнейшей вишней уже не кислятиной вот вот так она преображалась вот эта девочка стала девушкой видите и вишня тоже видели красота какая у меня был соблазн свернуть на эту тему десятки фотографий ну нельзя 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 вот так вот друзья мои это первое урожай вот я эту историю рассказываю когда это как байки звучит сейчас а когда то войдет какой нибудь уже хрестоматию энциклопедию новую когда уже действительно вся система будет сменена и все дебильные агроприемы будут отменены уже официально вот представьте себе Украина Береславский район родня и абрикосы которые в банку в ней лазят горлышко и вот о такой подробнее уже не буду рассказывать как я их угощал лодкой они меня черенками так вот когда я привез я получил первый урожай вот такой вот так а потом мельче мельче и сейчас пытаясь вернуть те плоды которые бы не влазили в банку вот но мы это уже с вами проходили так теперь значит Елена Александровна и вы все когда вам попадется исключительный сорт не теряйте надежды ваша задача успеть это как я в свое время когда уже на грани гибели было все что можно представить после градусов мороза я вот так спас сувенир востока вот я умудрился его все таки привить вот в таком виде дерево было вот и все таки я возродил вегетативная гибридзация существует я не мог взять эту ветку она мертвая я не мог эту ребята то что я не поверил ярославцев супер авторитет из москвы настоящий ученый вот который сказал что все перевожу нормальный язык а то он там про дифференциацию почек говорил вы сейчас отключите компьютер если я продолжу что такое дифференциация вот перевожу нормальный язык почки находились в разных условиях поэтому одни выжили другие нет а на самом то деле морозостойкость и почек одинаково я перевел слова авторитета а я вам говорю вот почки имеют разную разную морозостойкость вот все это есть представляете три слова до почки имеют разного четыре слова это новое открытие одно из мировых почему потому что за этим пошло все остальное еще значит я вас Татьяна Александровна подводил к этому дереву да это тот самый мой ветеран который тридцать два года это королевский абрикос снизу манжурис вот он и вот под старость лет когда на нем уже полыно веток сухих но он еще плыно носит и опять светет кстати уже в двадцать первом веке вот здесь вылезла ветка я ждал как чудо вот эти вот цветы осталось немножечко подождать господи спаси меня от этих уже было два заморозка ну терпимых видели я показывал вот немножечко это же химера а химеры не имеют права жить а если взять веточку с химеры а а если здесь плоды уже не как у манжурсов помните я не готовы каждый обстоятельно ну показывал фотографии те самые которые у меня украли эти продают помните 1200 рублей манжурский абрикос саженис даже даже это не изменили название манжурский да почему они не забывают это написать привиты или нет видишь привиты 1200 4 нашел фотографии 500 на 1 сажениц на 2 600 3 да я все показывал 800 4 1200 вот за непривитые а здесь значит растет будущее науки как химеры недолговечны я не знаю сколько просуществует это граница между но все таки это прививка выше то есть это манжурец вот который пропитан генами как королевского роскошного априкоса ну вот скажите у меня тут позапрошлый год по кемеровской области слух прошел железо умер почему несколько звонков все с одного области там кемерово и так далее вот то есть действительно кто то слух пустил ну может перепутал с каким другим железо не обязательно кто то злоумышленник вот а как я теперь попробую представляете мне до осени дожить надо до такой осени до середины лета и уже будут плоды вот ну как не интересно разве это только для Елены Александровны говорю да этим жить надо я специально такую подборку сделал пойдем дальше вот вот это весь урожай у меня брянское розовое я уважаю Каньшину вот я считаю она лучшая в России если бы она еще не учила ветки отрезать якобы ненужные еще и вредные черешни калечья деревья ей бы цены бы не было просто она лучшая из тех кто убивает и учит самое страшное что учит убивать деревья но все равно лучшая вот это брянское розовое это оттуда мне досталось не от нее но оттуда вот пока это весь урожай три дерева все одного сорта отдельно растут некому опылить вот кстати цветут я лишний раз убедился ну а привито да привито это святое на мою эту сибирскую самую вишню иначе бы тут не то что ягодки не было этого дерева бы не было но кто будет заниматься я снова я насчет желтой черешни вам руки развел Александр и весь остальной наш садовый народ насчет черешни бодна руки развел и вот теперь это самое брянское розовое тоже руки развожу кто будет заниматься а ну где то веток пять шесть с него срезал продал вот ну вот так она выглядит вот это ее верхушка это брянское розовое живая ладно вы скажете фотографии просто а это эта фотография сделана сегодня вот красота какая да сам не верю зацветает смотри сколько на ней почек цветочек это только начало цветения вот а это человек который несколько кланяюсь я его называю лучи садовод Сибири выдающийся человек черешня боднара у меня так и лежат косточки вот так продать и не смог при том что черешня боднара в исполнении которое лежит сейчас в моей холодильнике имеет в себе гены вишни помните те две фотографии вот она пропитана генами вишни и теперь ее морозостойкость уже предельная а это дерево вот которого уже нет на свете он был вынужден его спилить по той причине что огромную площадь занимало науки не надо вот здесь должна была в который раз говорю это касается меня это касается боднара вот здесь должна висеть табличка не трогать руками вот в случае если спилить это дерево это должно быть от этого академии науки под эгидой ЮНЕСКО под эгидой организации военных наций здесь написано даже руками не трогать хозяину даже хозяину если спилить десять лет без права переписки все вот но науке опять не понадобилось вот ну это знаете что такое это черный принц вот это это самое крыжовник как вы понимаете тоже никто не размножает никому не надо вот он кстати а африканец африканец это я черный принц это абрикос черный африканец это так Юрина Александровна будет время я вас научу летом укорените можно укоренить и эту самую нашу эту жимолось она сладко-кислая но и мы едим ее горстями дело в общем к сожалению Юрина Александровна рынок такой что продадут вам выращенные семечка а и все и хана вырасти и выбросите вот укоренением практически сейчас никто не занимается хотите убедиться дерните когда горшочки продавать все поймете вы специалист вот это укорененная со второго года то есть так летом укореняется к осенью второго года вот такая еще на следующем весу зацветает то же самое подвернулась фотография еще смородина тоже легко укореняется вот вот этим никто не занимается у нас исчезает полностью лучшие сорта ну а разве можно пипин шафранный и папировку называть допустим заврядными сортами это как знаете я несколько человек спрашиваю ребята вот скажите а он вот не даст соврать живет в Германии а у него ну один из примеров я люблю прикалываться расспрашивать у вас Мерседес вы бы сели сейчас вы бы отказались бы сейчас от Жигуля первой модели 21.01 нет конечно первая реакция вот перед вами старинная надежная сорта да а вы найдите его теперь вспоминайте рынок ведь идут год за годом те же самые фотографии размер плодов специально увеличен раз в 8-10 для чего чтобы купили а это где вы теперь купите Елена Александровна надо возрождать то же самое полукультурка ну какая вот полукультурка ну какая смеяться будете сосед забить соседи забили забор что теперь это все недоступно мне понятно вот вот так вот это последнее единственное мне дерево только потому что в начале скелетную привыку сделал потом отдельное дерево ну некуда садить было вот оно и живет и я его калечу калечу скоро помрет потому что ветки с ним беру на продажу кушать то надо вот ну и чё кто 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 возродит его единственное дерево может быть на все это на всю округу жигулевская я просто забыл просто раз меня когда вы помните я же отвечаю на вопросы меня спросили а какая высота ваших яблок а как в соседей затем нет ну вот ответ на вопрос колонновидки я вот эту фотографию нашел в этом дело в том что сейчас же вы же знаете что они рисуют это колонновидное а люди думают что настоящее и покупают вот я взял и дошел настоящую фотографию в интернете вот это нормальное урожай вот то что вас ждет вот я отвечаю на ваш вопрос вот так ну и потом думают а ладно тряхну стариной вот это дерево которое вырастил я колонновидку и к вам обращаюсь этого дерева уже нет живых нет живых того рекордного дерева скоро выйдет ролик там где телевизионная бригада съемочная я подарил все пять ведерства дерева с той колонновидки это мировой рекорд вот доказательства но надо заниматься этим возрождать ну я уже взял себе несколько привек сделал молодых вот одна из них баргузин то надо было спасать самые вкусные яблоки из колонновидок которые мне удалось попробовать это баргузин и есть вот сейчас это вот так дерево вот оно зацветает если бы ее делать как учат специалисты специалистами их назвать не хочется а то надо было все подрезать все эти боковые ветки ну оставить вот это наиболее центрально кажется ну и сколько тут был бы яблок то есть я бы отрезал бы 90 процентов 95 будущего урожая он и так то небольшой вот специально показываешь смотрите как верхнюю часть да тут еще хоть какое то урожаишко будет ну я думаю ветер ветер ой 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 опять по фрейду штук 20 яблок будет яблок будет ну 25 предыдущего урожая был по моему три или пять пять штук по моему ну ладно 30 тут и непонятно сколько цветов вот теперь чтобы не занимались ерундой я специально вот это показал ерундой в принципе вы можете сделать себе имя вот в сибири продолжить эту тему почему колновидкой можно заниматься если их привать на сибирку как вам это сибирка а заставляет привать на карлики палка воткнутая в землю бросла корнями и специально чтоб она не росла потому что полтора метра это дай бог если два ну на юге два с половиной там вот ну два яблочков видели это я специально показал чтобы имели представление что ждет среднего это сегодня хотите доводить до такого состояния пожалуйста вы можете сделать имя вы можете сделать еще одну диссертацию уже несколько я вам пообещал смотрите чего не будет никогда естественно что я ни одной веточки не отрезал почему здесь нет веток вот так вот так вот так вот потому что они эти самые все это отмерзло само без моей помощи вот светение в основном на кончиках видите на кончиках здесь вот они они вот если бы был бы клемат помягче вот видите вот здесь вот эти вот они вот они вот они вот они ну получилось действительно все усеяно я же говорю у меня был рекорд там мировой но дело в том что на следующий год дерево было мертво вот а помните мои эти вот бессмертные фразы поколение за поколением тогда получите результат готовы продолжайте вот но у вас всегда будут королики вот это вот будет всегда даже в сибири я тут знаете взял тут маленечко сейчас я нажму чтобы вы правильно поняли вот здесь у меня яндекс вот обрезка сейчас это сейчас я нажму доставка яндекс дальше а вот это наверное нет это потом а вот климатические зоны я заранее набрал для вас смотрите короче санкт-петербург мы с вами большая часть дачника мы с вами здесь Москва на границе тут даже теплее Пермь Самара ближе ко второй зоне видите Уфа Челябинск по низу Томск Новосибирск Красноярск Иркутск вот это все третья зона мне интересно да один из вас кто сейчас меня слушает живет в Канты-Массийске представляете куда как обнагрел находясь фактически в этой самой в зоне которая знаете как это называется а особая ну вы поняли Дудинск Аймекон Аймекон это почти поле с Холландом да интересно многие из вас даже не знают что такое климатические зоны поэтому я для вас вот здесь субтропики вот здесь вот вы увидите можете оказаться в Сачах да все прекрасно вот тут Украина рядом вот но самое главное ради чего я вам это показываю вы уже наверное поняли дело в том что везде все что закрашено красным давайте так Хабаров читай Иркутск Красноярск это же учеба Томс Комс Челябин Самара Уфа заметьте даже Самара вот ну и Москва да ну кроме первой зоны даже вот вот большая часть второй зоны ну нечего там делать нечего там делать этим самым колонавицком вот это истина последней инстанции вот что ждет ну если там будет так я уже выбрал лучший результат для третьей зоны вот ну добавьте еще два яблока если дорисовать как вот рисуют эти мошенники из этих самых из питомников хоть бы люди то отличали нарисованные от настоящих вот еще три яблочка прорисовали это и будет вторая зона поняли еще три яблочка я надеюсь чему-то я вас научил ладно смотрим дальше я вот не зря вот это показываю вот кстати а вот только сейчас обратил внимание откуда яблоки пошли вот отсюда выше моей головы если бы она яблони была бы мой рост то ни одного яблочка бы не было в общем хвастаться нечем мировые рекорды по высоте все это временно это так знаете это как прикола вот он спортсмен он прыгнул на два метра пятьдесят сантиметров получил допустим олимпийскую медаль пятьдесят тысяч долларов а попробуй потом повтори еще этот рекорд да не в жизни так и деревья вот он рекорд и прощай Вася то есть это это жесткая правда я бы мог бы сказать а посмотри какой я молодец а покупайте мне колонавитки вы бы правду никогда не узнали ту горькую которая сейчас но Ирина Александровна вот это дерево прожило несколько лет а вы хотите занимайтесь дальше и тогда оно будет дольше дольше к концу своей жизни вы получите Нобелевскую премию а черта зла вы получите ее у нас в России принято считать дураки живут причем ладно бы там за границей вы так считали сами так считаем как удивились когда Алферова дали эту Нобелевку как наши удивились а мы не знали что у нас гений есть вот так примерно первая реакция была она это когда наш это новостокомитет нашего ученого российского наградил Нобелевка а мы не знали вот так теперь очень важная тема важнейшая тема вот это была молодость моя сейчас объясню и вам Елена Александровна и всем вот это была это была именно была моя ранетка в молодости она была еще красивее пока она была еще моложе плоды были розовые и надо было сохранить это все как ну теперь любой знает прививками вот я ее портил думаете откуда вот эти крупные яблоки скажут да это же не ранетка конечно не ранетка у меня руки чесались у меня места не хватало знаете я с 10 соток начинал вот это уже культурные яблоки вот они видите лист уже другой обратили внимание да так вот вот эту ранетку я испортил прививками но сама она не привита и она начала дичать 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 вот и последние годы жизни видите уже ветки сухие вот они все и она стала практически несъедобная у нее семена все хуже хуже видно было они болезненные какие-то видели бы семена уссурийской груши мощные сочные я прям на ладони держу я чувствую энергетику а это все 30 лет и начало угнетаться угнетаться и вот Сергей сказал себе у меня некуда садить да и я тоже вот видите вон бутылка да за ней вон бутылка вон бутылка это посадки всего лишь недельной давности ну 10 дней назад и вот и уже он уже обкопал ее хотел выдернуть то есть уже распиливать я сказал что когда уже выпилена была сами видели я показал фотографии ценнейшие деревья для науки были выпилены ради еще более будущих ценных вот этих вот так вот это я последний момент сказал все оставляем сейчас даст пару веточек кому-то эти веточки надо что сделать вернуть а почему это надо вернуть и как вернуть только прививками вот когда возродятся веточки их надо привить на сибирке почему ай ну-ка сходите на рынок найдите одну рожетку самое интересное друзья я делюсь впечатлениями это же не лекция это беседа вот на рынке впервые за много лет появились впервые видимо уже у людей последняя стадия нищеты иначе объяснить не могу то что люди выкапывают из-под деревьев причем отводки корневые или эти самосев причем все там есть я вам не раз показывал как они посреди да и прямо и сейчас в моем питомнике растут то идешь глаз набитый а это самое только те кто там особо не приглядывался а я у меня это глаз вот черемуха саженец однолетний вот она это самое тополек растет вот береза она пока маленькая у нее же ствол то темный поди отличи вот и все это тащат на рынок люди потащили много лет не было ничего когда задавили вот эти вот самые этими дешевками отучили людей даже на рынок то что а там могут быть и ценные вещи вот там у людей же еще сохранились у многих садов вот так вот это я к слову пришлось аронетку настоящую привитую вы не купите нигде никогда вот а вот это есть кладезь вот это вот я вспоминаю ее молодость этой аронетки какое было чудо последний год вот сейчас ветки даст вот Юань Александровна кто будет этим заниматься ведь вы тоже я не институт и вы не институт и нет у нас помощников моему помощнику 7 лет вашему сыну 11 кажется вот это вот та самая злосчастная нитка для вас говорю это китайский ой китайский красноярский красноярский мне кто-то сказал вы или не вы неважно кто-то недавно сказал закрыли последнюю научную станцию все я к ним отношусь очень по-разному хочу 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 чтобы меня правильно друзья поняли сказать закрыли по делам хотя я не знаю ни одного ученого оттуда кто-то кто-то звонит а это Юрий Васильевич звонит русский сейчас я на секундочку его включу с смоленском а тоже я прошу прощения мы только с вами здороваемся желаю вам здоровья даже на экране видно как вам худо и все я отключаюсь спасибо большое мне худо но я продолжаю работать всего доброго всего доброго до свидания до свидания вот друзья у нас такие мамонты остались может быть Васильич и последний что-то совсем худо у нас со старой гвардией я уж себя рядом всем молодым считаю так вот там в этой самой закрылась опытная станция никого не знал я просто до сих пор не могу понять были у нас были были было много сотни сейчас еще есть почему садов нет я трижды смотрел мне давали это я тогда не придавал надо было украсть что ли две библиотеки одну давали просто почитать это были так называемые материалы которые они выпускают вот я каждый раз это была одна из Кемеровской области одна где-то ближе к Уралу и вторая не хочу называть недалеко от меня книгу выпустила одна так называемая госсантовиспитательная станция примерное название и вот я что там увидел я увидел все тоже набить выкопать огромную яму набить ее дерьмом чтобы корни гнили искалеченные и так далее ну дальше знаете как я специально как бы подчеркиваю слово дерьмо там это самое ужас потому что то есть все это было плюс куча веток не нужных отрезать обязательно схемы с ветками я думаю но если они такие издавали значит они калечили свои сады а что ж потом то оставалось то ведь вокруг то ничего же нет вокруг Косоверска ничего нет вокруг Кемерово ничего нет вокруг там Челябинска у людей то нормальных то ничего нет а ведь в это все было как преподнесено как вот набейте дерьмом яму и это самое у вас будет дерево расти а она то от этого погибает об этом до сих пор никто не знает вы понимаете до сих пор это мы только с вами знаем я ж не зря вас элитой назвал кто то иметь терпение меня сейчас слушать и вот получается что вот он я уже конкретно Елена Александровна дерево то это за месяц перед приездом Курдюмова уничтожили или там за два то самое вот оно оно же вкусное невозможно убить его можно чуть и не в дудинки садить то или в Салехарде и вот что получается посредний еще знаю где в Красном хуторе случайно увидел вот плодоносящее дерево надо будет отведу вас покажу вот ради этого я и показываю вот это в авиастевище прямо посреди города растет у нас теперь вдоль трассы и все больше растет так и я нашел заброшенный пустырь фотографии сделал несколько десятков там можно без всякой опытной станции выбрать самую лучшую из них почему выросли сами самосевом никто не садил явно разнесли птицы до ближайшего сада культурного несколько километров представляете вот вот это просто напоминал а там на кучу горы где я нашел там какие-то огромные котлованы фотографии другой раз покажу стоит там выбрать плодоносящее тарактецкая десятка самосев вот и возродить эту культуру почему она возродить то потому что и нету и уже я не знаю что там в европе то думать что же вырастить то если его посадить на холм она же не боится гниения у нее слабая храневая шейка ну так не садите в яму вот вот она пожалуйста это Сергей выращивал часть пустил на продажу но брали плохо на третий год зацвела ну что скороплодная от посадки косточек на третий год цветы здорово а вот эту я взял и на ней привил персики видите вот коялась и вишня привил персики а где я взял веточку дать привить этих персиков сказать тут кстати было это несколько веток это вы поняли да в основании отрезал одно оставил вот а у меня дерево есть одно на котором одновременно и вишня войлочная плодносила и персик и это есть у меня на фотографии в фильме оттуда взял веточку уже какая веточка уже как бы такая ну нейтральная пропитанная генами персик и привел на нее персик то есть наоборот получается персики напитаны генами вишни привил на вишню может было и наоборот в общем саму идею вы поняли низко поколений вот вишня морозовая это не боится вот была 40 градусная зима думаете у нее что хоть на веточку замерзла да и по барабану эти 40 градусов она боится гниения у нее слабая краневая шейка ее гноят 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 сгноили во всей России помните я показывал вам она от самого низа идет кустом а если приказано сделать метр голый штамп а значит сделать несколько десятков ран страшно это норма а потом удивляем а где же она это во всей России это делать а вот одна из двух школок вот все фотография сделана пару дней назад ну-ка хоть одна продана вот так она нужна России так еще Елена Александровна то же самое я все вокруг не около хожу смотрите вот здесь росла нарядная Ефимова вот это пенит мне у меня их было три когда-то одна вот так громадное дерево с сумасшедшим выражаем стыдно еще раз показывать скажете хвастаюсь я рассказывал как анекдот еще раз говорю когда это войдет в какую-то хрестоматия уже какая-то что Железов две убил своими руками срезом с каждой по нескольку лет срезал по несколько десятков веток калечил калечил пока не погибли две а на третьей бирка была когда заплодносил где-то год наш пятый шестой без бирки я только тогда узнал что это нарядный фильм а уже резать было поздно уже надо было веточки кромсать думать да пусть живет и получилось так что она дала вот эти рекорды урожая вот эту красоту вот под этим деревом снимался Курдюмов его это телевидение Курдюмов приехал сразу республиканское телевидение прилетело вот чтобы его снять в моем саду вот прям под этим деревом а вот это дерево как брал все ветки брал убил его оно взяло и пошло от земли длинный разговор ради чего оно пошло от земли оно зацвело впервые зацвело то я теперь должен убедиться что она знаете как хорошо когда это раз у нее резко отличаются ну обычно груши зеленые желтые вот может быть где то с розового а здесь ярко красная груша да нарядная фимова я подумал себе если вот здесь плоды а ведь это что это абсолютно несъедобная она сейчас вся колючая прям в колючках вся абсолютно несъедобная мусульская груша и когда она заплодоносит мне так хочется чтобы плоды стали красными или хотя бы красноватыми а потом Елена Александровна она знаете какая женщина я сейчас вас с ней знакомить же буду а давайте просто так это пока она виртуальная сейчас вы видите вполне живую настоящую вот так ну это мы уже проходили теперь так для чего я вот это вот сделал почему я второй раз показываю эту фотографию с подмерзшими цветами я результаты еще не знаю впереди еще пару заморозков ожидаем в этом мелькали цифры минус 2 минус 3 то я ждал ой это самое скорее бы заморозки пока не расцвело теперь думаю наоборот я живой человек у меня нервы есть вот скорее бы отцвело и завязались плоды до следующего заморозка почему вот это я показывал уже моей практикатке и сказал вот посмотрите что такое скелетная плевка уже пошла а я ее делал двумя неделями раньше вот так она выглядит почему я показываю учебная фотография свеженькая здесь значит что мы видим мы видим вот эту я вот не понимаю людей людей ведь что пишут не вздумайте укрывать этими полиэтиленными мешочками под ними сгорит ну листья появятся сниму а сейчас представляете ветра холодина то засуха то дождя нет ну мешочек кому помешал я четко знаю разницу я все пробовал не по одному по двой десятки сотни раз этот мешочек это просто чудо вот результат это раз так потом ниже где-то это будет я вам покажу ладно дойдем потому что меня больше возмутило когда была там ниже будет публикация где черным по белому написано все надо было весь измазать этим самым садом варом какой-то предатель развелось их печатают и вот мы взяли начало на следующий этап следующего разговора продавцы что там это не 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 что как это Продолжение следует...